Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Вы на канале Евангелие в последнее время. И с вами Игорь. Добрый день, добрый вечер. Я готовлюсь к поездке в город Атланта. Завтра у меня рано утром самолет. Приготавливаю вещи свои и, к сожалению, некоторые изменения все же произошли по разным причинам. Но жив Господь, поэтому уповаю только на Него. И с одной стороны, конечно же, мы видим это время смутное, в которое мы живем. Тем более понимаем, как нам нужно еще более размышлять о своей душе, о вечности, поправлять светильники свои, кайц. И видеть вот эти признаки последнего времени, это тоже очень важно. Хотя каждый день следует свое сердце, и это благословение. Чтобы подвязаться за веру евангельскую и остаться верными, живя в святости. С другой стороны, это время, которое также показывает, кто есть кто. Во всех человеках. От простого члена церкви, даже до пасторов. И это время, которое показывает, действительно, кто есть христианин, а кто только по названию. И я благодарю Бога за это. И, в частности, и даже через наш канал, через наши видео, даже не мог подумать в некоторых моментах, что некоторые люди, которые улыбались, клялись даже в дружбе, скажем так, но вот так могут отнестись и относятся. Потому что не нравится им о том, о чем мы говорим. Потому что не нравится им правда по Писанию. Но что человек? Человек есть человек. Наше упование и наша надежда только на Бога Израилева. Слава Богу! И проклят каждый, кто надеется на человека. Так сказано в Писании. Но я рад, что Господь дает нам эту возможность еще больше уповать на Господа. Поэтому на Господа вовек положусь. Ибо Господь Бог есть твердый мир вечно. Хорошо, друзья. Просим молиться. И за некоторых моментов, скажем, в расписании мы, скорее всего, служение, если воля Божия, будем проводить в городе Чатануга, штат Теннесси. Да, я вылетаю в Атланту. И, к сожалению, у меня не будет в четверть, наверное, служения. По некоторым причинам также. Но вот я буду несколько дней. Но в субботу и еду в Чатануга. Это буквально два часа от Атланты. И там с нашими братьями из церкви субботников мы проведем служение. Поэтому просьба, просто молитесь. Это знаменитый Walnut Bridge, где мы уже не раз проводили служение. Мы хотим повторить. Или же, может быть, если Господь Духом Святым поведет нас в другое место, мы поедем в другое место. И наша цель и радость напоминать людям о Христе, Боге, единственном пути спасения, о Его любви и победе на Голгофе. Также о призыве покаяния. Вот в это, да, последнее время. Поэтому благодарим вас за ваше участие. Как молитвенно, так материально. Пусть Господь вас всех обильно благословит. Ну, а вот здесь сейчас вы увидите видео. Я его записал, правда, несколько дней назад. Но я его не выставил по причине, что очень вернулся уставшим. В ночь ехал, очень устал и спал целый день в понедельник. Даже моя супруга говорит, Игорь, ну вот ты приехал несколько дней. Ну, с любовью, конечно же. Она знает мое расписание, поддерживает меня. Ну, вот говорит, ты приехал и весь день спал. Ну, так получилось. Поэтому я не успел выставить это видео. Я не успел записать и другое видео. Есть несколько тем, плюс вторая часть первого видео, которое несколько раз было удалено. Но, слава Господу, все же восстановлено. И я постараюсь все же это сделать, если воля Божия. И я смогу найти время, может быть, завтра, может быть, послезавтра. Но это видео о служении. И вы сразу увидите, как начиналось это служение. Это была суббота в моле King of Russia. Рекламы, пение даже. Ну, вот мы начнем с пения. Вы увидите, как там пели, зазывали людей в магазины. Ну, и сам обзор. Поэтому благослови Господь. Сейчас мы просто помолимся, и вы перейдете к видео. Еще раз благодарю вас. Давайте помолимся. Попросим Божьего благословения. И, конечно же, попросим Господа, чтобы он укрепил нас в это тяжелое время. Но вот надежда, которую мы имеем во Христе, Божье обитание, зная, куда мы идем, держаться за этот мир, за то, что даже Бог нам дал здесь на земле. За эти города, за эти города, дома у кого есть, у кого-то их нет. Но вот новый город Иерусалим, новый Иерусалим. Ну, вот чтобы это было желание. Это так здорово, братья и сестры. Потому что проходит вот этот век, этот мир, и все, что связано с этим миром. И Господь грядет намного больше. И вечность грядет. Кто во Христе, конечно. Поэтому пусть Бог благословит. Если смотрите меня, не верите в Иисуса Христа, вот кто смотрит. Помните, что без Иисуса напрасно прожитая жизнь. Я не буду ничего доказывать. Я знаю только одно. Что человек никогда ничего не сможет доказать никому. Никакому другому человеку. Я просто молю о милости Духа Святого. Да, я могу говорить, я могу свидетельствовать, я могу делиться, я могу молиться. Но только Дух Святой может дать милость покаяния и веры. Благослови, Господь. Помолимся. Отец, благодарим Тебя. Благодарим за Христа, Сына Твоего Единородного. За спасение, надежду, которую мы имеем. За то, что Ты помиловал и нас. Господи, простя и нам наши согрешения. И за то, что Ты милуешь и каждый день. Господи, когда мы можем исповедоваться. Прости меня, чем я согрешил до 7 минут. И Господи, очисти кровью своей, Господи. Прости мою семью, чем согрешили дети мои, жила моя. Господи, сохрани нас в своей руке. Господи, я так хочу видеть всю свою семью на небесах, Господи. Господи, благослови. В надежде, которую мы имеем в это последнее время, приложить усилия, стоять за Евангелией, не бояться, Господь, что мы с собой можем забрать. Даже если очень много у кого-то есть, ну что заберем? Помоги думать о душе. Это главное. Ну и продолжать жить и быть светом и солью в первую очередь. И радоваться, Господь, потому что это великое привилегие быть христианином и возвещать добрую весть о Твоей великой любви и победе на Голгофском кресте. Господи, благослови каждого брата и сестру с теми проблемами и нуждами, которые имеют. Господи, мы такие все разные. Помоги нам по милости своей. Господи, кто в болезнях, молюсь, Господь, да будет мир в сердцах их, если захочешь, исцелишь. Господи, кто в вопросах, кто отошел от Тебя, кто не может справиться за грехом, да будет Твоя милость на всех нас. Помоги нам, люби друг друга. Помоги нам действительно стать братьями и сестрами. Если Ты наш отец, а Ты наш отец. Помоги просто стать от призваний искренними, настоящими последователями Твоего пути или просто христианами. И не обращать ни на людей, даже на пасторов, которые ведут себя не по Писанию. Господи, помоги следить только за собой и благословлять друг друга, и молиться друг за друга. Но я благодарю Тебя, Господь, что в тяжелых обстоятельствах Ты показываешь, кто есть кто. Обидно, конечно, в какой-то мере. Но помоги, чтобы стоять выше всего этого, склониться при Тобое и продолжать нести крест. Потому что и я человек немощный и много совершаю. Господи, милосердный, благослови народы в это последнее время. Благослови миром Твоим. Привиди к покаянию. Люди воюют, делаются, убивают, к сожалению. И пропадает их драгоценная душа. Мы молимся, Господи, за проповедь Евангелия по всему миру земли. Вспоминаем Израиль, перлица Твоего. Благослови этот народ. В имя Твое, славное Иешуа, я скажу, да будет мир. Иерусалим. Шалю, шалю, Иерусалим. И да благодетствует любящий Тебя Бог Израилев и народ Твой. Израиля. Тебе за все добудет слава веки веков. Господи, даруй нам мудрости. И помоги нам быть благодарными. Особенно за спасение. За сегодняшний день мы ублагодарим Тебя. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь. И он, хей, ва, хей, светлым лицом Своим на Тебя. И даст Тебе мир. И даст Тебе шалу. И даст Тебе мир во имя Ишуа. Хамашиеха, Господа Бога нашего, Иисуса Христа. Бога Врама и Бога Ицхак. И Бога Якова. Аллилуйя. И да скажет народ Божий. Амэн. А благодать Господа Бога нашего, Иисуса Христа и любовь Бога Отца. И общение Святого Духа. Да пребудет со всеми нами. Во веки веков. Амэн. Благослови Господь. Смотрите это видео. Шалом. Субтитры создавал DimaTorzok Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Вы на канале Евангелие в последнее время. И с вами Игорь. Я сейчас нахожусь в штате Нью-Джерси. Это город Уайленд. Буквально скоро у меня будет служение в Баптистской славянской церкви здесь. И вот решил записать это видео с коротким обзором о служении благовествия. Вечера, которая состоялась по милости Божией в районе Киньков-Фраша. Это Большой Мол. Мы там проповедуем. И, конечно же, мы благодарны вам, что вы молились за нас. И Господь благословил. Поэтому для нас это великая радость продолжать проповедовать Евангелие в это последнее время. Мы понимаем, что Господь грядет. Поэтому еще раз хочу вдохновить каждого брата, каждую сестру. При любой возможности, которую вы имеете, которую мы имеем, делиться доброе есть. На бензоколонках ли мы или покупаем через окошечко сэндвич, путерброд. В магазине ли покупаем молоко или хлеб. Просто встречаемся с людьми в очереди или стоим. Это всегда хорошо, всегда правильно. Напоминать об Иисусе Христе. Кто единственный путь спасения. Кто есть Господь и Бог. Тем более, мы понимаем, как я уже сказал, это последнее время. И благодать заканчивается. А путь на небеса, как и сказано, одно имя. Дану человеком, которому надлежало бы спастись. И все имя есть Ишуа, Господь. Также хочу всех поздравить с праздником Йом-Кипур. Ну, конечно же, мы христиане отмечаем во Христе. Это пророческий праздник, который указывает на покаяние Израиля в скором будущем. И это праздник, который исполнится во второй части последней седмины. Но я с моим братом во Христе, Петром, Петром, да, он мне помог. Мы добрались в Нью-Джерси. Интересно, когда я сегодня встретил, я знаю его уже много лет, его семью. Он со мной поздоровался в шаломе. Я ему говорю, витаю, а он говорит мне, шалом. Но это меня тоже вдохновило. Я просто хочу познакомить вас с ним. Витаю, кто слушает нас, кто смотрит нас. Хочу поблагодарить вам мира и Божьего благословения. Чтобы в эти святковые дни для евреев это святковый день. Для нас это неделя, сегодня тоже святковый день. И чтобы Бог благословил каждого из вас. И послал мир в сердце. И любого дня до одного. Будьте благословенны. Слава Господу, да. Я также прошу молиться за брата Петра. Да, он нуждается в молитвах. А чтобы Господь коснулся его. Да, и связано также и со здоровьем. Чтобы Господь укреплял. Потому что брат Петр помогает мне уже много лет. И в служении здесь, в Филадолфии. И поддерживает нашу миссию. Ну а сейчас хотел бы немножко рассказать. О том, что происходило вчера в моле Кинько Праша. Мол Кинько Праша является одним из самых больших молов Америки. Но не самый большой. Потому что самый большой это молов Америка. Это в городе или в районе Миннеаполиса. Это штат Миннесот. Но Кинько Праша очень большой. И в основном в молах мы проповедуем, свидетельствуем людям, которые работают вот в киосках. Там киоски. И у каждого свой бизнес. В основном это израильтяне. Здесь много израильтян. Именно работающих в молах. Временно, но они работают. У них свой бизнес по косметике с Мертвого моря. У арабов свой, у турков свой. Немало людей из Казахстана, с Узбекистана. Русскоговорящие. Но Филадельфия вообще сам город. Здесь проживает до 300 тысяч только русскоговорящих евреев. Только русскоговорящих евреев. Но очень много людей. С бывшего Советского Союза. Огромное комьюнити. Поэтому работы здесь очень и очень много. Я просто молю, чтобы церкви Филадельфии, их не так много, но они есть. Чтобы помнили о Божьем Великом Поручении. Чтобы все же они были задействованы и находили время для людей. Особенно в это последнее время. К сожалению, я не критикую никого, но работа не ведется так, как она должна все же вестись. Но у каждого свое служение. Я понимаю, есть церкви, которые ведут работу. Но хотелось бы, чтобы это было более и больше церквей были бы задействованы. Но в любом случае мы смотрим на Господа. Поэтому мы не смотрим на людей. И вот Господь дает эту силу. И по Божьей милости мы продолжаем. Мы привозим Библии на разных языках. Мы их раздаем. В основном вот такое служение у нас в моле. И вот первую женщину, которую я встретил, молодую в моле, она из Китая. Мы с ней разговаривались. Говорит на диалекте мандарин. Но у нее английский был прекрасный. Поэтому мы ей засвидетельствовали. И слава Господу, она взяла как Новый Завет на английском языке, так и Евангелие от Иоанна на китайском языке. Встретили двух американок, которые работают на израильтянина. Когда я подошел к ним, интересно, разговорились. Но они сказали, что у них вроде есть Библия. И говорят, что наш хозяин с Израиля, он находится как бы недалеко у другого киоска. Но я пошел, я его не нашел. Но я встретил другого израильтянина. Также засвидетельствовал ему. Но, к сожалению, он не принял Священное Писание. Как бы он сказал, что ему вообще ничего не интересно. Так как он нерелигиозный. И в принципе он живет своей жизнью. Далее мы пошли и встретили турка одного, мусульманина, такого крепкого, даже, я могу сказать, исламиста. Сказал, что он вроде читал Новый Завет. Но интересно, что после беседы он все же взял у меня на турецком языке Новый Завет. Хотя он стоял на такой исламской позиции. Но слава Богу, что он взял. Я верю в силу слова Господнем. Оно живое и сильное. Но, опять-таки, все зависит от Господа. Ибо спасение от Бога. Но мы можем продолжать молиться. Мы можем иметь сострадание к людям. И, конечно же, это правильно и хорошо желать спасения для каждого человека. Потому что Иисус Господь и единственный путь спасения. Далее, когда я возвращался, я опять подошел к американкам. Хозяина там не было. Но я передал для хозяина Новый Завет на Еврите. А также объяснение 53-й главы Исаии, пророка, также на Еврите. После этого я там сел на стульчик. Я не знаю, решил немножко отдохнуть. Лавочка такая была. Смотрю, арабская семья. Наверное, мама и дочка практически в параанже. Правда, я не знал, что они арабы. Но я спросил. Они говорят, арабы. Ну, мусульмане, конечно же. И мы разговаривали. И Господь благословил их. У нас была Евангелие Атьяна на арабском языке. Они взяли вот Евангелие Атьяна на арабском языке. После этого я просто встал, иду, смотрю еще две женщины. Ну, американки. Они чернокожие. Тоже в параанже. Потому что, знаете, есть такая организация, называется Черная Пантера. Это исламская, очень антисемитская, антихристианская организация. Достаточно агрессивная. Как я понял, они принадлежат этой группе. Но когда я подошел, я напомнил им о том, что Иисус Господь и Он любит. Я просто сказал, что Иисус любит вас. Может быть, я могу вам дать Священное Писание. Но они разозлились так немного. Но я побыстрее ушел от них. Но в любом случае, я напомнил об Иисусе Христе, Господе. И о Божьей любви к ним. И после этого, в принципе, я так прошел. Мол, людей было немного. Как сказал, был шаббат и праздник. Поэтому в основном в этом моле очень много израильтян. Где-то до 10 я всегда насчитываю. Но не было их. Почему? Потому что, ну, вот, связанное с праздниками, скорее всего, как я понял. Ну, когда я вышел из мола, встретил еще несколько людей, молодых американцев, засвидетельствовал им о Господе. И вот так уехал. Поэтому огромное вам благодарение за то, что вы молитесь, за то, что вы поддерживаете это служение. Продолжайте молиться. И пусть Бог вас всех обидно благословит и до следующего эфира, если Господь позволит. Молитесь также за служение сегодня в этом городе. Одно из моих служений вечером в румынской церкви было отменено, так как люди заболевают. Ну, как мне было сказано. Ну, значит, буду возвращаться домой. Путь будет не близкий. Если я все же не переночую, я буду ехать в ночь. Поэтому прошу молиться, чтобы Господь благословил, и я смог в целости и сохранности вернуться к своей семье. Следующее служение наше, эмуляционное, если Господь позволит. Я улетаю в Атланту. Я не знаю, если мы проведем в Атланте или же рядом в штате Теннесси, городе Четануга. Мы сейчас просто прорабатываем некоторые детали, но я сообщу, если будет это служение, то, конечно же, мы сделаем обзор. Ну, а там Господь даст мне побуждение записать другие видео, и я это сделаю. Благослови Господь, оставляйте свои комментарии. Если хотите, дополнительная информация будет в описании. Благословение вам. И, как мы говорим, хак смех шалом бараната. Слава Господу. Аминь.